Авиакомпании перевезли свыше 5,5 миллионов пассажиров. Аэропорты обслужили свыше 3 миллионов 200 тысяч человек. В Югре готовятся к знаковой дате. 9 февраля исполняется 100 лет гражданской авиации России. Ханты-Мансийский автономный округ славится традициями воздушного флота. Объединенный Тюменский авиаотряд в годы бурного развития нашего региона оказывал неоценимую поддержку нефтяникам, газовикам, строителям. Самолетами и вертолетами перевозили специалистов и грузы с помощью винтокрылых машин монтировали линии электропередачи и возводили иные крупные объекты. Авиация, востребованная сегодня, в Югре открыты 80 взлетных площадок и 9 аэропортов. Три из них международные. Ежедневно выполняются более 50 региональных, внутрироссийских и зарубежных рейсов. В авиационной отрасли работают 4,5 тысячи жителей ХМАУ. Базовый перевозчик Югры авиакомпания ЮТЭР входит в первую шестерку предприятий России по пассажиропотоку. Гражданская авиация играет ключевую роль в развитии экономики, социальных связей и развитии гражданского общества в нашей стране. А если брать наш регион, то, собственно говоря, была самым надежным таким навигатором для коммуникаций внутри региона, тогда, когда осваивались богатства Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Ключевым драйвером развития авиации в Югре остается Сургутский аэропорт. Он внес огромный вклад в окружную статистику. В аэрогаване имени Фармана Салманова в прошлом году обслужили 1 миллион 930 тысяч человек. Принялись выше 11 тысяч рейсов, обработали более 2,5 тысяч тонн грузов и почты. В небо из Сургута поднимались лайнеры 26 авиакомпаний. Они перевозили клиентов по 41 направлению. Чаще всего пассажиры покупали билеты до Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Новосибирска. В следующем году, к 30-летнему юбилею, аэропорт Сургута может достичь новой рекордной отметки по пассажирообороту – 2 миллиона человек.